Это Атаман, Атаманушка, это Атаман, Атаман. Говорит и показывает Атаман. Новости. На этой неделе всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» организована управлением образования в школе номер 45 Станицы Северской. Сегодня родители увидят, в каком режиме предстоит сдавать экзамен их детям. Мы проводим это с одной целью, чтобы наши родители немножко меньше переживали по поводу ЕГЭ. Потому что для детей мы уже дважды провели репетиционные экзамены. И наши дети, в принципе, уже все знают, что такое процедура, что такое сдать ЕГЭ в режиме реального времени, что это несложно, если ты в течение всего времени обучения в школе готовился, изучал предметы добросовестно. Поэтому результат, конечно, будет тем, который ждут наши дети и родители. Сдача единого государственного экзамена зачастую становится более суровым испытанием для родителей, чем для выпускников. Недостаток информации заставляет пап и мам переживать о незапланированных ситуациях, с которыми их дети могут столкнуться на экзамене. С другой стороны, по-прежнему нередка точка зрения, что ЕГЭ – это угадайка. Экзамен, в котором при счастливом стечении обстоятельств можно набрать высокий балл, не обладая обширными знаниями. На мой взгляд, эта процедура необходима для того, чтобы мы поняли, как сложно нашим детям и помогли им в данной ситуации. Очень бы хотелось пожелать всем родителям присутствовать на этом экзамене, чтобы понять, что это все-таки необходимо. Только по одной причине – чтобы настроить детей на нужный лад и помочь им написать экзамены. Что же ждало родителей? В ходе акции родители смогли увидеть, как организуют рассадку в аудиториях, как выглядят места участников ЕГЭ, пройти все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также написали работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ. На всю акцию с учетом регистрации прохождения через металлодетекторы, экзамен, проверку и озвучивание результатов ушло более двух часов. Торжественное посвящение в казачата прошло в детском саду номер 15 поселка Ильский. 36 воспитанников детского сада вступили в свой первый значимый статус. На протяжении двух лет ребята знакомились с казачьей историей и традициями через песни, танцы и веселые игры в стенах дошкольного учреждения. Как признаются родители, воспитывать будущего казака – большая гордость для семьи, тем более, что интересно это в первую очередь самому ребенку. Поздравить со знаменательным событием юных казаков и казачек пришли атаман Северского района Александр Дедов и протеерей Ильского Свято-Никольского храма Отец Кирилл. И, как оказалось, день, когда в ряды казачества вступают представители молодого поколения, стал волнительным не только для самих ребят. Работа с молодежью, работа с казачатами – это первостепеннейшая наша задача. И самое важное, что мы должны делать – это наше будущее. И глядя на этих детей сегодня, на их чистые глаза, на то, как они стараются, на то, сколько у них в душе отклика вызывает это мероприятие, как они понимают важность всего происходящего, видишь, что цели наши достигаются. Конечно, мы с ними будем работать и в дальнейшем. Атаман будет станичный к ним ходить, и кураторы будут с ними заниматься. И мы будем их постепенно-постепенно выращивать, воспитывать в них патриотизм, воспитывать в них любовь к своей родине, их большой и к малой. И таким образом будем спокойны, что будущее нашей страны будет надежным. Показав свою удали знания казачьих традиций, юные казачата получили наставление от атамана. По старой традиции отец Кирилл, как представитель церкви, благословил новоиспеченных казаков и казачек. После чего ребята дали самое первое и самое важное обещание в своей жизни – достойно служить своей родине. Мы воспитаны кирпичей группы детского сада «Березка». Общественно обещаем соблюдать дисциплину, уважать и слушаться родителей, воспитателей, наставников и старших. Обещаем! Круглый стол, приуроченный ко дню памяти российских военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся в стенах районной администрации в станице Северской. Глава района Адам Джарим и первый заместитель главы Марина Наумейко встретились с родителями погибших. На встрече также присутствовали главы поселений и руководители различных ведомств и служб. Адам Шахметович выразил искреннее сочувствие семьям ушедших солдат и еще раз напомнил о важности подобных встреч. Жизнь идет, она диктует свои проблемы, свои условия. Вы, наверное, понимаете, сколько проблем в районе, сколько всего. А я считаю, вот те родители, которые здесь сидят, это самая главная задача, первоочередная даже задача тех моментов, которые сегодня существуют. В рамках беседы с представителями администрации социальных служб собравшиеся рассмотрели вопросы социальной поддержки семей военнослужащих, медицинского обслуживания, льгот и материальной помощи. На этих встречах мы обозначаем для себя, принимаем к исполнению те вопросы, проблемы, просьбы, пожелания родителей погибших солдат в нашем районе. И от встречи к встрече уверенно многие из этих вопросов меняются. Мы сегодня формат приготовили специально такой и пригласили тех специалистов, которым у наших родителей есть вопросы и нерешенные проблемы на сегодняшний день. Отдельно обсуждался вопрос передачи личных вещей погибших в историко-краеведческий музей Станицы Северской для организации большой экспозиции с музейными экспонатами. Чужого горя быть не может. И в наших силах протянуть руку помощи тем, чьи дети отдали свои жизни за наше будущее. Ведь только так, помогая ближнему и не оставаясь равнодушными, мы сможем стать достойными потомками ушедших героев. Солдатский полигон для учащихся гимназии Станицы Азовской прошел в Северской центральной библиотеке. Школьники встречали и приветствовали подполковника, ветерана вооруженных сил Алексея Бобина и блокадницу города Ленинграда Людмилу Сап. С чего начинается родина? Прежде всего, с той клятвы, с той воинской присяги, которую ребята приносят, вступая в ряды вооруженных сил, став ее солдатом, воином, а значит ее защитником. Один день солдаты школьники попытались прожить, прочувствовать и, возможно, по-иному посмотреть на человека в погонах. Великий Петр повелел в России армию создать и граждан всех мужского пола служить России призывать. Солдат России из народа, служить ему обязан он, чтобы российские просторы не были попраны врагом. Рассказал ребятам Алексей Алексеевич и о великом полководце Великой Отечественной войны Иване Петрове, о его сложной и необычной фронтовой судьбе. Встреча поколений прошла в теплой и непринужденной обстановке. Такая встреча должна остаться в памяти ребят, чтобы всю свою дальнейшую жизнь они могли брать пример с честной и достойной жизнью наших ветеранов. Выездной прием граждан состоялся в Доме культуры поселка Ильский. Специалисты районной администрации ответили на вопросы населения и пообщались на интересующие граждан темы. Руководители основных отделений администрации собрались для решения насущных проблем. Глава района Адам Джарим лично включился в работу. Любой желающий мог попасть на прием к специалисту по предварительной регистрации и получить все ответы на волнующие вопросы. Порядка 40 обращений было обработано за время приема. Рассматривались самые различные темы – здравоохранение, благоустройство, газификация и водоснабжение, а также экология и защита окружающей среды. О том, насколько важны подобные мероприятия в нашем районе, рассказали сами жители. Очень нужны такие встречи. Это вот первая встреча. И понятно, что в пределах нашего района это далеко не в пределах будет, я знаю, в пределах края это будет, потому что донесут наши руководители наши пожелания. Вот я первый раз имел возможность свободно подойти к голове и решить какие-то вопросы. В голове района еще вдобавок, то есть, ну это и серьезно. Вопросов, мне кажется, у каждого моря, может, не каждый осведомлен, не каждый знает, как пойти, как задать вопрос, стесняются. У всех набирается очень много вопросов. И когда идешь даже к людям, они все время спрашивают, как у нас будет выбор проходить, кто у нас что. Ну, вопросов очень много, все насущие, я могу сказать. Поэтому эти мероприятия очень важны и нужны. Обязательно. Ведь не каждый, вот даже пожилой человек, может пойти или поехать и все решить. А сюда вот есть у них проблемы, пожалуйста. Сегодня многие пришли и решили свои проблемы. И большое спасибо. Выездной прием граждан в поселке Ильский – это только начало. Подобные встречи с работниками районной администрации пройдут в каждом крупном поселении. Открытый диалог представителей местных властей с гражданами – это не только один из ключевых критериев эффективности работы администрации, но и возможность для каждого внести свой вклад в улучшение жизни не только своего поселения, но и района в целом. Умедительная просьба. Все эти вопросы взять на жесточайший контроль по своим направлениям. Значит, и решать. Мы начали первый прием в Ильском поселении. Приемы будут продолжаться. Мы должны объехать полностью, как всегда, весь район, чтобы, как говорится, с начала года знать все проблемы и активно их решать. 20 февраля в Ледовом дворце хоккейного клуба «Северские волки» собрались лучшие из лучших – 16 хоккейных команд 2005-2006 годов рождения, прибывшие в Северский район из разных уголков России, чтобы определить абсолютного победителя финальных соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. На торжественное открытие соревнований прибыли почетные гости – представитель Министерства физической культуры и спорта Краснорского края Ольга Дорошина и начальник районного управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Приветствовали спортсменов красочными выступлениями и юные фигуристы секции фигурного катания клуба «Северские волки», а также вокальные и хореографические коллективы Северского центра творчества. История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года, когда на странице газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв на старт друзья «Золотая шайба зовет». Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» являлся знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Многие звезды советского хоккея зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях. Одной из основных задач соревнований является поиск юных талантов. Сборная Северского района настроена самым серьезным образом – достичь цели спортивного турнира, проявить себя в честной борьбе и одержать победу над всеми соперниками. Субтитры создавал DimaTorzok